Вы обратили внимание, да, что когда мы строили в самом начале правильный пятиугольник, правильный пятиугольник, то мы с вами просоединили какое число, вспомните. Как там коснус 2 пенапис выражается? Выражается вот так, да? Согласны, да? Q от h75, h75 корень 5 в степени из единицы, да? Это содержит Q от корня из пяти, который есть не что иное, как Q от коснус 2 пенапис. То есть нам важно, что ε5, Q от ε5 содержит в себе, содержит элемент корень из пяти. Как следует из этих формул, я не знаю, обратили вы на это момент внимания или нет, но здесь как раз лежит кто? Корень из какого числа? Первое, что мы присоединили. Что? Нет, 3 здесь лежит, да. Корень из чего лежит здесь? Ну вот там написано. Самый первый. Корень из 17. Смотрите, мы извлекаем корень из 17 степени из единицы, и у нас на первом шаге присоединяется корень из 17. Здесь корень из 5. Интересно, это какая-то общая закономерность или нет? Ну вот здесь для сравнения я вам покажу, а вот Q от ε3, например, да? Вот что будет, когда мы скроем правильный треугольник, да? Правильный треугольник. Вот его, значит, да? Вот единица, вот это ε, которая есть минус 1, плюс корень из минус 3 пополам, правда? То есть здесь на самом деле лежит корень из минус 3. Вот. Значит, хорошая задача показать, что в Q от ε7, ну, правильно, семиугольник нельзя построить с помощью циркуля линейки, но тем не менее в Q от ε7 лежит корень из минус 7. Оказывается. Вот. И на самом деле, вот это вот замечательный факт, еще один, да? Который вот так вот здесь получается, что в Q от εb при простом P обязательно содержится либо корень из P, либо корень из минус P. И вот какой случай имеет место, зависит полностью от того, какой остаток P дает при делении на 4. Значит, вот P – простое число. Вот. Так вот, если P сравнимо с единицей по модулю 4, как вот 5 и 17, то здесь обязательно лежит корень из P. А если P сравнимо с минус единицей по модулю 4, как вот 3 и 7, то здесь обязательно лежит корень из минус P. Вот. Вот об этом как раз вы можете прочитать математическое просвещение. Вот статья есть. 17-ти угольник и закон взаимности Гаусса. Бурда, кадец, авторы, математический, 2013 год. Вот. Она в свободном доступе в интернете. Естественно, вы можете загуглить ее найти. Вот. Здесь, значит, вот это дерево. Но того, что я сегодня рассказывал, здесь нет. Но есть, точнее, здесь есть как раз то, что вот последняя часть тригонометрическая, да. Вот здесь есть тригонометрическая часть. И самое важное, здесь именно показана связь с квадратичным законом взаимности Гаусса. Предложено одно очень оригинальное доказательство. Доказательство. Сам Гаусс привел несколько тоже доказательств. Может быть, я не помню точно сколько, где-то там порядка десяти, наверное, да, своего, своей теоремы. Вот. Но сейчас я не буду про это рассказывать. Это, конечно, тема для отдельной лекции. Тем более, чтобы это было вкусно, надо, чтобы вообще было вообще понятно, что, почему она вообще замечательна, и чем она, так сказать, в чем ее красота, в этом, этого результата, да. Вот. Значит, ну вот, в общем, а кто знает вообще квадратичный, кто слышал о квадратичном законе взаимности Гаусса? Вы слышали, да? Вот. Ну, в общем, это, грубо говоря, о том, когда вот у нас есть два простых числа, и вот являются ли они квадратичными вычетами по модулю друг друга, и как вот это вот связано. Вот. Как связаны так называемые символы Лежандра двух простых чисел друг относительно друга, взаимные, так сказать. Вот оно называется квадратичный закон взаимности. Вот удивительное доказательство, очень изящное, несложное, а теорема на самом деле не такая простая. Вот она читается, например, в курсе теории чисел, даже, так сказать, в обязательном курсе. На первом курсе это одна из весьма непростых, так сказать, теорем. Не такая уж сложная, но и не такая простая. Вот. Сам Гаусс долго ее доказывал, надо сказать. Вот. Но в конце концов привел многие красивые доказательства. В общем, одно из них очень тесно связано с этим правильным 17-угольником. И, в частности, вы можете даже его не до конца разобрать в этой статье, но там будет, так сказать, гораздо проще, более простой факт, вот этот. Вот этот факт вы там можете точно прочитать, как это получается. Вот. для любого простого B. Это верно. И там это доказывается. И это тесно связано, на самом деле, вот как раз-таки с вычислением периодов, самых первых периодов. То есть, вот то, что я, то, что вот здесь на, вот этом слайде, самом первом, ну, когда мы искали корень из 17, да, помните? Вот видите, мы здесь поручили, сейчас я найду, мы поручили корень из 17, корень из 17, вот, где, значит, вот. Вот на этом слайде мы получили просто чудесным образом корень из 17, да, решив квадратное уравнение, вот с помощью таких вычислений. Вот в той статье вы обнаружите, значит, ну, у меня даже, наверное, это есть на этом слайде, да, да, значит, ну, вот, вот на самом деле вот здесь, да, вот на самом деле вот такой результат есть, да, тета 0, тета 1, можно определить аналогичным образом для любого простого P, и можно получить вот эти квадратные уравнения, из которых найти вот эти формулы, в которых будут корень из P и корень из минус P, как я обещал, да, вот с помощью, на самом деле, очень изящной техники. И главное получить концептуально, то есть не просто случайно получается корень из P или там корень из минус P, а можно даже понять, почему так получается. На этом тем написано много, на самом деле, статей, там разные авторы с разных сторон освещают этот вопрос, вопрос, конечно, как видите, очень важный и сам по себе интересен, и сыграл огромную роль в развитии математики. Вот, так что вот сегодня я решил показать еще одну такую вот алгебраическую сторону вопроса, как можно с помощью только алгебраических чисел догадаться до построения правильного 17-угольника. Академия. Академия.